В эфире первого карагандинского новости в студию Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко, а главное. Учиться никогда не поздно. По таким лозунгам прошел сегодня выпускной в стенах учреждения лишения свободы поселка Карабас. О жизни по ту сторону высокого забора с колючей проволокой вы узнаете из сюжета А.М. Амриной. Женская косметика обходится нынче дорого. И не только своей ценой, но и здоровьем. В шахтерской столице начался ремонт автомобильных дорог. На эти цели из областного бюджета было выделено 2,5 миллиарда тенге. Как идут работы, лично проконтролировал заместитель Акима Карагандинской области Асылбек Дюсибаев. На улицах Попова и Старогорняцкая, что в Пришахтинске, все готово для того, чтобы начать средний ремонт дороги. На протяжении 10 лет она находится в печальном состоянии. Подрядчик уже приготовил оборудование и стройматериалы, чтобы восстановить автотрассу. На эти цели было выделено 90 миллионов тенге. Ориентировочно время ремонта данного участка составит около двух месяцев. Кончание работ по графикам – это сентябрь месяц, но мы постараемся до конца августа месяца закрыть все работы. Восстановить дорожное полотно планируют и на улице Букетова, от проспекта Шахтеров и до улицы Муканова. Заместитель Акима Карагандинской области Асылбек Дюсибаев увидел сам, как идут работы. Объем очень большой, это же здесь шма, в два слоя асфальтобетон. Идет сначала крупнозернистый пористый асфальтобетон, а потом идет новое покрытие, которое недавно в Караганде внедрено, будет производиться шма. В текущем году предусмотрен средний ремонт 18 магистральных и внутриквартальных дорог города. Их гарантийный срок – два года. Общая протяженность отремонтированных автопутей составит 34 километра. Естественно, определенные неудобства для автомобилистов, они будут. Но мы постараемся эти неудобства свести к минимуму. То есть, понятно, если мы будем перекрывать улицу Букетова, то мы должны осторожно подходить к перекрытию улицы Шахтеров, так как две пересекающиеся дороги, которые могут, в принципе, из-за своего перекрытия организовать большие профи на дорогу. Все организации, которые осуществляют пассажирские перевозки, уже получили уведомления о проводимых мероприятиях. Планируется, что до конца августа ремонтные работы дорог в Караганде будут завершены. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В Караганде выпускники школ получили почетные медали Алтынбельга. Акимобласти лично поздравил ребят и вручил им значимые нагрудные знаки. В Карагандинской области в этом году более 100 обладателей медалей. Все подробности далее. Выпускники городских и областных школ в этом году показали лучшие результаты. Более 100 обладателей Алтынбельга. Выпускница казахско-турецкого лице Алия Салимова получила этот орден благодаря своим знаниям и участию в международном научном соревновании по космическим исследованиям «Открывай мир науки». Алия защитила свой проект, касающийся космической медицины и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у космонавтов. Девушка в будущем видит себя врачом. В будущем планирую поступать в медицинский университет на факультет общей биологии и хочу стать педиатром. Также хочу внести свой вклад в космическую медицину. Глава региона лично вручил заветные медали и цветы. После награждения Нурмухаммед Абдебеков разговаривал с выпускниками о их планах на будущее, выслушивал их идеи. Встреча проходила в дружественной и теплой обстановке. По окончанию беседы глава региона сказал ребятам напутственные слова. У вас в этом отношении, у многих из вас, во время учебы в школе вы уже, наверное, во многом определились со своей будущей профессией, потому что я знаю, в этом зале присутствуют ребята, которые Альпенбельга получают, которые участниками различных олимпиад, конкурсов международных, в том числе спортивных состязаний были. И вы уже знаете во многом те направления, которые вам хотелось бы себя реализовать. И это хорошо. Впереди у ребят поступление в ВУЗы. Многие уже определились с выбором будущей профессии. Амина Смакова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. После продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Нур-Утановцы вышли в народ с разъяснениями новой экономической политики страны Нур-Лыжоу. Партийцы накануне посетили пожарную часть номер 16. На встрече обсуждались новые стратегии государства. Подобные мероприятия проводились также в учебных заведениях и других государственных учреждениях. Президент поставил после выборов нам цели, которые мы должны реализовать. Основная цель – войти в 30-ку лучших государств и поднять благосостояние народа. На встрече также была затронута немаловажная на сегодняшний день тема религиозного экстремизма. Обсуждались вопросы распространения течения и борьбы с ним. Как пояснили общественники, на сегодняшний день под влияние экстремизма попадают в основном молодые люди. Им начинают навязывать теорию господства только мусульманского мира. На встрече ставили вопрос, как необходимо уберечь молодежь от этого опасного течения. Вопросы его искоренения необходимо сегодня уделить больше внимания. Учиться никогда не поздно. Под таким лозунгом прошел сегодня выпускной в стенах учреждения лишения свободы поселка Карабас. Аттестаты о среднем образовании получили уже немолодые школьники. Самому взрослому выпускнику почти 40 лет. Как живут осужденные и получают образование, узнавал наш корреспондент Аймам Ринам. Сегодня в стенах исправительного учреждения АК-159-18 особенный день. 64 осужденных получили аттестаты о среднем образовании. Взрослые мужчины, вставшие на кривую дорожку, когда-то по каким-то причинам не смогли получить образование. Но учиться, как оказалось, никогда не поздно. Вот и Ахмед Молдожанов, когда-то переступивший черту закона, решил сесть за парту. Очень трудно дается родной. Государственный язык, признается мужчина. Но тем не менее, в учебе Ахмед показал себя преуспевающим и любознательным. На воле его ждет маленькая дочка и супруга. По освобождению мужчина планирует продолжить обучение и открыть свое дело. Тут есть ПТУ, у нас открыли, можно приобрести профессию. Мы очень благодарны педагогам нашим, которые нас обучали, вкладывали частицу знания. Благодарим их за такую возможность в дальнейшем, что мы можем освободиться и пойти обучаться дальше. Еще один выпускник, закончивший школу с особыми успехами, Григорий Козлов не хочет терять времени зря. Сейчас ему 23 года. Живя в исправительном учреждении, молодой человек буквально хватается за каждый шанс узнать что-то новое. Он уже получил профессию оператора ЭВМ. Хочу отучиться на все профессии, что можно. Хочу поскорее освободиться, не нарушаю, соблюдаю все распорядки данного учреждения. Документ государственного образца получили 64 осужденных. Для взрослых учеников в вечерней школе созданы все условия. Семь современных классов с партами, досками и всей необходимой литературой. Обучают их опытные педагоги. В день проходит около пяти-шести занятий в две смены. Для того, чтобы человек был разносторонним. В этом плане и преподавательский состав, и администрация учреждений идет навстречу всегда осужденным. Даже если ему свыше 30 лет, но он не успел за свое время получить образование какого-либо, мы идем навстречу, мы обязательно его записываем и принимаем в школу. Кроме того, осужденные ведут активный образ жизни. Никто не сидит сложа руки. Для всех предусмотрен общественно полезный труд. Есть, по словам руководства учреждения, в тюрьме и талантливые самородки. Они пишут стихи и исполняют их. Также получают разные специальности операторов, электриков, сварщиков, сапожников и даже поваров. В будущем руководство места лишения свободы планирует организовать среди них заключенных кухонный батл. Аймамрина Жасулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. 37 новеньких машин сегодня появились у Карагандинской станции скорой помощи. Этот подарок преподнесли сегодня власти области ко дню медицинского работника. Первый заместитель Акима Карагандинской области Асалбек Дусибаев вручил ключи от 37 санитарных автомобилей марки «Газель» станции скорой медицинской помощи. 28 полученных машин останутся в области, а другие 9 пополнят парки Шахтинска, Сарани, Жасказгана, Тимиртау, Балхаша и поселка Актау. Все машины оснащены современным оборудованием. Автотранспорт приобретен за счет средств местного бюджета. На общую сумму более 128 миллионов тенге. Приобретение этих машин позволит нам укомплектовать станцию скорой медицинской помощи города Караганды полностью на 100%. Это позволит нам удовлетворить потребность населения и значительно сократить время доезда до пациентов и улучшить качество медицинских услуг. В завершении выпуска еще об одном. Женская косметика обходится нынче дорого и не только своей ценой, но и здоровьем. 20 карагандинок обратились в общество по защите прав потребителей с одной проблемой. Косметические средства, приобретенные в одной известной компании, вызвали почти у всех аллергические реакции. За такое удовольствие женщины отдали приличные суммы, а услугодатель теперь пропал. Амина Смакова продолжит. Карагандинка Марина Май приобрела эти средства по уходу за кожей в марте этого года. Комплекс плюс годичный абонемент на консультации косметолога обошлись пациентке почти в 300 тысяч тенге. Купила в рассрочку и на сегодняшний день уже внесла больше 100 тысяч тенге. Проблемы начались после первого использования средств. Я проснулась утром, себя не узнала, сразу почувствовала, когда глаза открыла, что что-то мешает. Но обнаружила очень сильный отек в области глаз. Позвонила своему косметологу, которая меня там вела, девочка. Объяснила ситуацию. Она это объяснила тем, что такое бывает, это первичная реакция. Якобы кожа еще не очистилась от старого косметического средства и произошел так называемый конфликт формы. Мы решили сделать какой-то перерыв и потом повторить. При повторе опять возникали какие-то нехорошие реакции. После этого консультанты предложили женщине не пользоваться некоторыми средствами. В конце мая Марина решила снова позвонить в компанию, однако трубку никто не поднял. Более того, по словам Марины, позвонив уже в сам офис, ей сказали, что фирмы здесь уже нет. В обществе по защите прав потребителей открылась другая правда. Пострадавших более двух десятков. Правозащитники уже приступили к этому делу, однако найти представителей фирмы и их новое местоположение оказалось довольно сложным. Их как след простыл. Тем не менее, адвокаты намерены обратиться в суд и вернуть деньги потребителям. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Приятных вам выходных. Амансов Болгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин